Во время создания этого видео я болел с пидораком дыхательной системы. Надеюсь, это никак не повлияет на конечный итог. Привет, мои многоуважаемые и понимающие сморчи, которые открыто презирают неполноценность повстанцев и прочей оппозиции Миртаны. Эээ, вообще-то мы боремся за свободу... Ооо, повстанца порвало! Сегодня мы с вами продолжаем бегать по этому миру и не делать ничего серьезного для продвижения по основному сюжету. Потому что третья Готика, она не про сюжет, она про симуляцию Батрака. Но благодаря Ворк 5 даже Косипоша смог бы стать в Миртане человеком. Ведь именно Ворк 5 является профессиональной компанией, которая помогает Косипошам с дипломными, контрольными и другими работами любой сложности и на любую тему. Даже на тему идеи расового превосходства орков над повстанцами в произведениях немецких игроделов. Имея огромную научно-масонскую сеть в 20 городах, они могут выполнить абсолютно любую работу хоть за 2 часа. Звучит одновременно удивительно и пугающе. Или же можешь вообще не париться и заказать уже готовую работу, которых в базе уже более 80 тысяч. Прям архивы древних атлантов. А по промокоду BB99 ты получишь скидку 20% на абсолютно все услуги. Ворк 5! Ссылка в описании к видео. На данный момент Косипоши обосновался в трелисе, где вот-вот готовится войти к местному вождю, который даст ему убер-мега-поехавший квест, от которого у мужчины отвалится гузна, а у женщины пиздно сначала предыстория. В этой же крепости засел некий чеченский челик Хабир. Смотри, к чему прикасаешься, чужак. Я потерплю тебя в своем доме только за деньги. Предпринимательство по-восточному. Если нет деньги, то извинись. Он следит за тем, чтобы договор между государством Варант и армиями орков соблюдался. Договор заключается в том, что орки могут спокойно искать древние артефакты на территории Варанта, а ассасины за это получают периодическую плату в виде орочек шекелей. А ты докажешь, что не бельяр? Хабир нам по секрету говорит, что хоть ему в трелисе и забыст, но вот платы от орков все нет и нет, и это его бесит. Однако, если сможем надоумить местного вождя поскорее отдать деньгу, то Хабир нам за это отдаст некий важный артефакт, который был получен из того храма, который мы зачищали. По-моему, это честно. Но если ты говоришь... И вот к чему я все это веду. Мы заходим к вождю и ведем с ним светскую культурную беседу. Вы, люди, на блюде! Он мне, как типичный вождя, затирает за убийство повстанцев, и эти затирания я еще скипнул. Главное, о чем мы ведем речь, это о важном артефакте, который они откопали, и поэтому Акбеляш предлагает нам сделку. Мы выплатим долг ассасинам, и артефакт наш. Вроде бы ничего такого, но есть одно маленькое, очень маленькое, но... Но это же целых 50 тысяч золотых монет! Немало. Я и сам об этом знаю, дурак! Этими квестами немцы пытают еврейских детей в подземельях. Кассипоша, конечно же, в шоке от подобного задания, и оно неудивительно! Но реагирует на это, как всегда, в своем стиле. Мне без разницы, как ты это устроишь, только сделай это быстро! Понимаю. Такую сумму собрать очень сложно. ВАК посоветовал мне собрать дань с местных работяг, но даже с их помощью денег все равно очень и очень мало. Сколько же ты платишь оркам за аренду? Они требуют тысячу золотых в месяц. Поэтому придется шуровать дальше, в следующий город, а именно в Гельдерн. Город сраных пещер, шахтеров и бисексуальных рабов. Короче, настоящая челяба. Пока я чапаю в город, я заранее отвечу на вопрос, который всплыл у многих зрителей. Зафиг нам отдавать деньгу ради обоссанного артефакта. На что я вам лишь скажу, надо. Дабы не спойлерить. В Гельдерне нашим куратором будет орк по имени Немра, который также говорит, что главному нас не пустит, пока, ну, вы поняли. Главным, кстати, в этих землях является неги убер-шаманыч по никнейму Грок. Он заведует складированием всех найденных артефактов со всех земель. Я хочу поступить на службу к шаманам. Парень, ты крепкий. И в рабском квартале сможешь делом доказать свою мужскую силу. А еще Немрек учит нас, как правильно вести себя при встрече с пятиклассниками. Встречая и относись к ним с величайшим почтением. Иначе почувствуешь мой... Ладно, это все смешно, но сейчас наши квесты слегонца начинают пахнуть героями третьими, потому что нам надо побегать по шахтам, собрать золото, серу и всякие артефакты найти. Если бы поначалу это казалось неплохой такой затеей, то потом я понял, что кто-то меня где-то слегка на... Что это за шахта? Такую глупость может спросить только... Ты не... Тяни хоть немного воздуха своим уродским носом. Тогда поймешь, что это за шахта. Серная шахта, разумеется. В первой шахте я собрал всю серу и для местного ленивого додика поубивал стаю сраных ящериц, которых кроме смекалочки ничего больше и не берет. И само собой я за этот геройский поступок получил достойную награду. Возьми это в качестве награды. Кучу желтых вонючих кусков серый. Зато орк ведет себя в точности как тнуфак, который засел в окружении моих видосов и начал познавать контент категории Г. Я скоро начну задыхаться здесь. Вторая шахта окорняется волками позорными, которые, завидев меня мигом, начали бегать за мной, пытаясь доказать, что в цирке они не выступают. После их убийства мне надо отправить сюда рабов добывать ресурс. Я нахожу одного особенно усердного раба и веду его на работу. Но один он не справится, поэтому мне приходится напрячь еще несколько работяг, которые работают в третьей шахте. Пошевеливайся, вперед, к волчьей шахте. Хорошо. Кстати, хочу подметить, что в этой части Косипоши ведет себя особенно по-ублюдски. Вступай к волчьей шахте и опять начинай раскопки. А если я не пойду? Тогда мне придется убедить тебя с помощью силы. Ну, если вы так вежливо просите, уже иду. Вот. Вот она. Волчья шахта. Тогда бери Кайлои вперед. В этой шахте, где я набирал работяг на работу в другую шахту, я нашел один из огненных кубков, которые тут, типа, нужны по какому-то там квесту огненным магам в Нардмаре. Мол, с помощью этих кубков они смогут вернуть магию. Я уже находил несколько штук до этого, но особо не акцентировал на этом внимание. Но теперь, вот решил сказать. Мало ли. Вы, наверное, думаете, Вау! Как здесь много шахт. А может, уже все? А вот и нет. Здесь есть одна разграбленная четвертая шахта, рядом с которой сидит грустная работяга Доусон. А ты что тут один делаешь? То, что ты тут видишь, это все, что осталось от шахты. Он нам рассказывает, что в этих землях сидит очень злой и самый опасный враг за всю историю фэнтезийных немецких видео и гор. Иван, эта свинья, должен был охранять шахту вместе со своими наемниками. Вместо этого он быстренько перебил здесь всех и смылся с добытым золотом. Я прослезился от такой грустной сторицы и мигом отправился ломать Ивану рожу за такое кощунство. А после всего этого знакомлюсь и разговариваю с местным начальником наемников, Сэнуэлем. Я предводитель наемников в Гельдерне. Меня зовут Самуэль. Буэль, Буэль. Во-первых, Сэнуэль отправляет меня в пятую шахту, где мне надо прикончить несколько особо опасных тараканов, которые хотели захлюпать мою пипиську. Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит на Каннеле Бебея, я отвечу, шутят про письюны. Во-вторых, Сэнуэль вместе с другими ребятами идет восстанавливать разграбленную шахту и заодно гневается с ужасного поступка наемника Ивана. Это безбожный сукин сын. Следовало догадаться, что ему нельзя доверять. То же самое сказал Трамп про пу... Кстати, если вы думаете, что с шахтами тут покончено, то вот вам майонезный. Берите и суйте себе за щеку. В этом славном городе шахт и артефактов я нахожу таджикского челика Мирзо. Добро пожаловать в мою скромную лавку, о сын... Собаки! Он понтуется, что у него широкий выбор артефактов на продажу. Когда же мы спрашиваем, откуда он берет такие сокровища, то он рофлит над нами и посылает куда подальше. Было бы лучше, если бы ты заботился о своих собственных делах, Сахип. Для меня это звучало как вызов, и поэтому я начал носиться по городу в поисках его секрета. И как бы это не было убер-мегрофильно, но секрет оказался в одной из шахт, недалеко от ворот Гельдерна. Там, в заброшенной шахте, не покладая члена, потрачит братишка Мирзо по имени Мазин. Что ты ищешь? Артефакты, глупец. Я, конечно, с довольной Харри пошел к Мирзо с этой интересной инфой, на что тот сразу сменил свой тон и начал мне ловешку в руку пихать. Я тебе хорошо заплачу, чтоб ты помалкивал. Вот и держи, друг мой. И поскольку я продажная тварь, я беру эти деньги и иду шахачить Нембруку, за что получаю ловешку и от него. А кому сейчас легко в Миртане-то, а? Каждый крутится, как может. Этого чувака зовут Хамиль, и он тоже торгует артефактами в Тихарину. На него я, кстати, тоже нашахачил и получил ловешку. Правда, Хамилю это не особо понравилось. Ты свинья! Предал меня! Я еще вдобавок горбанул его. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты! Что поделать? Жизнь не сахер, коль живой. Иди ты нахер. Немного порофлив над здешними ребятами, я подумал, что уж точно меня ничего не удивит, как вдруг я встречаю нашего старого знакомого Лареса. Ну, наконец-то и ты сюда пожаловал. Тут мы встречаем Лареса, старого знакомого из нового лагеря. Я, должно быть, сошел с ума? Что ты делаешь здесь? Эй, Ларес, старый ли и... Оха, а как ты попал сюда? Вы не представляете, каким для меня шоком был факт того, что этот шалопей тоже был с нами на корабле. Правда, я смотрю, плавание его потрепало не хуже, чем буханку косипошного. Я панк! От него же мы слышим объяснение того, почему он вдруг так резко дал дёру. Я, как только увидел с палубой Смиральды нападающих пиратов, тотчас же улизнул. Открытый бой с пиратами, это больше по твоей части. Он даёт нам очень выгодное, но опасное задание. Скресить раритетные блюдца из логова Убер-шамана, которому нас, кстати, наконец-то пропускает Невер. Правда, шаман, видимо, был настолько в шоке от моей опухшей Хари, что аж подпрыгнул на месте. А? Говори, что тебе нужно, и уходи! Неужели я настолько урод? Грок является важным челиком, по крайней мере потому, что рассказывает интересные вещи про Ксардоса. Ксардос, я расскажу тебе кое-что о нём. Пока он сидит в своей уютной башне в Нордморе и греется у камина, наши лучшие воины торчат где-то в пустыне истерегут рабов. И пока что ни один из артефактов, которые он ищет, мы не обнаружили. Больше мне нечего о нём сказать, Мурра. Как говорится, выводы делайте сами. Самое главное, что мы гарантированно знаем, что этот выпердыш засел где-то в Нордморе, где построил очередную высокую башню. Также мы узнаём от него подробнее про фракцию странников, которыми управляют друиды. Вкратце, друиды это местные фури, а значит мы их гарантированно будем убивать. Также этот шаман любезно даёт мне карту местонахождения раскопок предполагаемых артефактов, которые так нужны Ксардосу. На этой замечательной ноте я прощаюсь, ворую блюдца, попадаюсь, Тебя разыскивают как вора. Ну, укуси меня. И на всех парах мчусь к Ларесу, от которого в награду получаю аж Вот твоя доля. Десять кусков шекелей? Вау! Сам же Ларес отправляется в пустыню, а мы идём дальше. На этот раз в сторону посёлка Сильден. Сильден является продовольственной деревушкой, где орки и наёмники вынуждают несчастный люд добывать еду, древесину и прочие вкусности, дабы прокормить остальную туниянскую часть страны. Короче, это самая настоящая Сибирь. Ладно, давайте я уже даже не буду говорить про то, что вы и так знаете, а именно про то, что в этом селе сидит какой-то чейл и нас к нему ни-ни, пока мы не то да сё. Сегодня особенно чудесный день. Ты не находишь? Работы тут достаточно. И честно, она рутинная. А именно собрать бочки с рыбой, связки дров и тому подобное. Поначалу это совсем не весело. И я лишний раз ощущаю себя не героем фэнтези, а реально чернорабочим каким-то. Видимо, всё-таки немецкие корни видеогейминга дают о себе знать. Но благо, чем больше я ознакомился с поселением, тем больше рофлов я находил. Как дела? Скверно. Рыба, рыба, всегда рыба. Я больше не могу видеть эти вонючие штуки. Постоянно приходит караван и забирает эту вонючую рыбу. У меня есть для тебя пакет. Чудесно. А ещё тут есть недовольный орк. Что это за лагерь? Идиот! Ты же сам видишь, что это лагерь для пленных. Сюда попадают такие морра, которые докучают нам, как ты. Этот сморчара следит за наёмниками и за тем, чтобы никто из рабов не сбегал. Мора неблагоразумны. Вместо того, чтобы работать на меня, вы отдаёте себя на растерзание диким зверям. Однако тут также сидит повстанец-наёмник, который периодически разводит этого сапотека на доллары. Здесь хорошо платят за охоту на рабов? Слишком хорошо. Иногда мы даже нарочно позволяем рабам убежать, чтобы потом получить награду за их поимку. Я, конечно, Руфлораде рассказал сапотеку обо всём этом, чтобы потом поглядеть реакцию повстанца. И честно, всё оказалось даже рофельней, чем я думал. Человек по имени Инок освободил несколько рабов. Я так и знал, проклятый морра! Орки знают, что вы освободили рабов. Проклятье! Тем более важно, чтобы мы наконец нанесли по ним удар. Спасибо за информацию. В конце концов, я решил зря времени не терять и найти того, кто поможет мне с доступом к Джой Вождинусу. Как вдруг случился диалог года. Мы, орки, убьём вас всех. Понимаю. Я начинаю думать, что диалоги к игре писал лично Тарантино. Почётно. В итоге я натыкаюсь на орка, который заставил делать меня всякие полезные штуки. А именно, привезти несколько орков для дополнительной стражи, найти им кузнеца и всё как обычно. Достаточно быстро набрав себе социальных поинтов и луцков, чтобы навестить местного городоначальника, я сначала наведываюсь к шаману Громпелу, который является правой рукой вождя. И этот челобран говорит мне достаточно интересные вещи. Далее идём к вождю Умбрыку. И не случается ничего нового. Он также мне говорит убить повстанцев. И знаете, знаете, с меня хватит. Я устал болтаться, как говно в проруби, и ждать, пока мне попадётся Ксардос и скажут, что делать. Значит, горит все его башни на севере, да? Ну, гнида слепошарая, я иду к тебе. Я нашёл тебя. Злыдня ты такая. О, скелетик полы подметает. Вы ждали этого? И я ждал. И вот он, этот выпердыш колдунский. Давайте послушаем его. Наконец-то ты здесь. Ксардос. Пока я недели проводил в пути, ты вмешался в войну. Может, просто расскажешь мне, что произошло? Хорошо. Я уже давно работаю над одним планом. Война между богами продолжается уже давно, но скоро она закончится. Ты говоришь мне о выборе между Уиносом и Беллером? Насколько я понимаю, это две существующие на данный момент возможности. Вполне возможно, что существует третий вариант. Другой путь. Но для этого ты должен принести мне артефакты Аданаса. В общем, вся его речь умещается в одном предложении. Война между Иносом и Беллиаром меня задолбала, поэтому иди принеси мне пять артефактов Аданаса. Всё, давай, пока я занят. По словам Ксардаса, я должен сходить в Гильдран и узнать план шаманов по добыче артефактов. Но я это уже сделал, как вы помните, а именно получил карту раскопок, которая показывает, что некоторые артефакты должны быть заныканы где-то в пустынях. Плюс мы знаем, что один артефакт находится в трелисе. Ну, я предполагаю, что это артефакт Аданаса. Он находится в трелисе у азербайджанца. Вдобавок, у меня уже есть один артефакт, который я получил с дохлого демона в Готи. Правда, я вам не говорил об этом, потому что думал, что я тип неважным. Что ж, тогда такими темпами мы пока что покидаем Срединные Земли. Ура! Боже, ура! И движемся в сторону пустынь. Что? Правда, путь до песочных земель оказался не таким уж и простым. Я встретил паладина, который заявляет, что его олдовый друган Полудин поехал головой и стал разбойничать на пути к Варанту. Поэтому мы вместе с ним идём и вырезаем негодяев. Не без удовольствия. За это он показывает мне прекрасные жаркие земли. Ну что ж, вот я думаю, и близится конец этой серии. Что нас ждёт в пустынях, я не знаю. Но надеюсь, тут нет повстанцев, и я спокойно смогу проходить квесты по полной, как гриц, не болтаясь между калом и мочой. Однако, чтобы получить хоть какую-то сатисфакцию, я всё-таки вырезал всё население Редека, включая бывшего паладина, мага огня, который почётный пидорок. И других роботек. С каким же удовольствием я наконец-то устроил тот геннадзид. Честно вам скажу, это было прекрасно. Так что, если помимо Иноса и Беляра тут есть другой путь, то я пойду по нему и вырежу всех. И повстанцев, и орков, и этих ажижинов. Потому что это и есть настоящий трули готик экспириенс. А на сегодня всё, мои дорогие друзья. Надеюсь, вас ждёт счастье и успех. А тех, кто ставит ролику лайки и продвигает его в рекомендуемые, я и вовсе желаю, чтобы ваши члены выросли до размеров кабачка. Даже у девушек. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока!